Новое оборудование осваивают в школах Камчатки. Медийные комплекты уже получило 81 образовательное учреждение. До конца ноября планируется, что еще у восьми школ края появятся интерактивные сенсорные панели и ноутбуки. Как рассказала замминистра образования региона Евгения Орешко, общая сумма субсидий, которая выделена краю в рамках федерального проекта, цифровая образовательная среда национального проекта образования составила почти 200 миллионов рублей. Это целый комплект оборудования. В первую очередь это интерактивная сенсорная панель с вычислительным программным блоком. Это ноутбуки-трансформеры, которые легко превращаются в планшеты для детей и для учителей. Вот такие интерактивные комплексы легки в управлении, как планшеты или смартфоны. Они дают практически неограниченные возможности во время учебного процесса. То есть фактически прямо на уроке ребята могут получить доступ к любому цифровому образовательному контенту, к любой цифровой образовательной среде, к любой цифровой образовательной платформе, чтобы воспользоваться тем материалом, который имеется. Это возможность коллективной работы на уроке, потому что сенсорная технология этой панели такова, что она поддерживает около 20 одновременных касаний. Это те разнообразные умные приложения, которые также можно использовать на уроке. Заместитель директора по информационным и коммуникационным технологиям средней школы номер 35 Анна Генкель сообщила, что учебное заведение получило два комплекта мобильных классов, 30 ноутбуков-планшетов и две интерактивные панели. Ребята изучают не только текстовые материалы, они работают с мультимедийными объектами, видеофайлами, звуковыми файлами. Им очень нравится работать с тренажерами, потому что сразу они получают результаты и оценку знаний. Наши учителя могут реализовывать методы обучения, которые сложно реализовать в контексте бумажной работы и традиционной академической работы. Мы проводим экскурсии вне стенах классной комнаты, экскурсии в качестве учебного подхода по биологии, географии, физике, информатике и другим предметам. Мы также используем интерактивные викторины, кроссворды, пазлы, приложения для создания и преобразования обучения в интерактивный вид, электронный вид. Ребята получают больше объем информации, лучше ориентируются в электронном пространстве, лучше работают с большим количеством информации, большим объемом информации. И цифровая образовательная среда сегодня позволяет обучающимся быть востребованным на рынке труда завтра. Она отметила, что все учителя сейчас проходят обучение, чтобы работать с новым оборудованием. Проводятся методические семинары как на базе школы, так и на базе других учебных учреждений, заведений. Например, мне посчастливилось пройти курсы по цифровой образовательной среде на базе РАНХИКС, где очень полно и интересно было изложено и предложены все возможные инструменты для работы с цифровой образовательной средой. Что касается детей, они, конечно, встретились с огромной радостью наше новое оборудование. Ребята с удовольствием работают на предложенной технике. Интерактивная доска, интерактивная панель стала большим помощником для проведения уроков. Ребята с удовольствием пользуются всеми предложенными программами, инструментами, материалами. Дальше мы показали ребятам, что наши ноутбуки и планшеты можно использовать не только в рамках урока информатики, но и в рамках других уроков и предметов, и что теперь мы активно делаем и используем. По словам педагогов, мобильные технологии стали незаменимым инструментом для подготовки и проведения обучения. Кроме того, родители смогут по-новому взглянуть на школьное образование. Отметим, на реализацию национального проекта образования в крае из федерального бюджета направили более 340 миллионов рублей.